Организации, которые работают на территории Севороги, они разбиты под территориальному признаку и работают с каждой личной организацией, со своим депутатом для того, чтобы на месте выявлять все вопросы, которые нужны для свидетельности благоустройства нашего района и очень активно участвуют в председательной жизни. Приоритетным направлением спортивной организации Московского района является это обеспечение деятельности района в плане помощи в оказании благоустройства, ремонтов крыш, подъездов, инженерных сетей. Кроме этого, моя организация проводит родственную работу тех изменений и направлений в политике нашего государства среди населения. Особенность нашего района является то, что наш район называет Кагуспарь. У нас самая большая плотность населения. На сегодняшний день в Московском районе прописано больше 300 тысяч человек. И такая большая плотность населения, вы сами знаете, говорит о том, сколько проблем накопилось за последние годы, десятилетия в быту обычных простых граждан. Поэтому мы, как депутаты, как партия, мы призваны для того, чтобы решать эти проблемы, помогать им решать. Естественно, мы все сразу проблемы решить не можем, но в силу мы стараемся и делаем. С новым мэром пришли и новые понимания, новые веяния в благоустройстве района. Вы обратили внимание, наверное, что в последние два года подход к возрасту строительного осуществляется комплексным путем. Если заходим во двор, то сразу делается все вместе. И дороги, и шканейки, и подъезды, и крыши. Чтобы не отвлекаться на другие моменты, мы, грубо говоря, заходим во двор, делаем, идем дальше. Уже на сегодняшний день в Московском районе так благоустроено больше 200 дворов. Это, что я считаю, является очень хорошим показателем нашей работы. Кроме этого, в нашей работе очень огромная крайняя связь нашего населения с депутатами. Все депутаты имеют в каждом округе свои приемы, которые работают практически каждый день. И люди могут в любой момент прийти и попросить помощи, на которой мы, на которой всегда такие функции. Самое главное, я считаю, это то, что у нас есть полное взаимопонимание с администрацией района. И мы руководку с администрацией решаем те вопросы, которые есть, возникают в повседневной жизни нашего района. Более подробно, это расскажет Толкун Григорий Николаевич, глава администрации Московского района. Добрый день, уважаемые журналисты. Как правильно сказал Владимир Николаевич, Московский район является спальным районом города Харькова. Может быть, не все знают, что каждый пятый житель города Харькова проживает именно в Московском районе. Если говорить вначале о численности населения, то Московский район – это, по сути дела, район-город в городе. Плотность населения действительно высокая, местами это порядка доходит до 14 тысяч человек на квадратный километр. В Московском районе на сегодняшний день где-то 4,5 миллиона квадратных метров жилья. И каждый день это нужно обслуживать, каждый день нужно проанализировать, какие проблемы возникают. Прежде всего, в администрации работает коллектив, который является молодым, энергичным, целеустремленным, эффективным, профессиональным. Администрация полностью взаимодействует с заместителями Харьковского городского головы, с руководителями департаментов. Полностью взаимодействует свои действия с этими структурами, с выполнительными органами Харьковского городского совета. В своей работе, конечно же, мы руководствуемся обязательно это мнениями, харьковчан, горожан, жителями тех или иных районов, которые нам в нашей работе. Мы не сидим в кабинетах, мы работаем именно в районе, мы работаем в поле. Подсказывает, где лучше, что сделать, на что лучше обратить внимание, потому что люди лучше знают, где им, как им лучше. Я не буду скрывать то, что работа администрации, прежде всего, приоритетом этой работы является жилищно-коммунальное хозяйство, а именно благоустройство, комплексное благоустройство территорий. Ну, наверное, понятно, что если люди едут работать, москвичи, условно говоря, если едут работать в какой-то другой район города, то после работы, после нового дня, каждому человеку хочется вернуться домой, хочется войти в благоустроенный подъезд, чистый, светлый, уютный, сухой, войти в такую же квартиру, где есть водичка, где работает канализация, где не течет кровля, и заниматься своими семейными вопросами. Для этого призваны мы. Ну, на сегодняшний день, конечно же, не все получается, но вопросы мы знаем. Мы постоянно работаем в оперативном режиме со всеми программами, со всеми базами, которые существуют в городе, которые фиксируют детей, которые имеют потребности людей. Вы знаете, расход голова в свою каденцию создал службу 1562, который в оперативном режиме выявляет те проблемы, которые возникают у людей. И мы, безусловно, с этой базой работаем, это большой нам помощник. Ну, и, безусловно, это приемные депутаты Харьковского городского совета, которые работают у нас в районе. Тут же очень активный Игорь Иванович Мирович, который выявляет уже большое количество вопросов, которые возникают в любви. Ну, на сегодняшний день большой проблемой, конечно, является течка кровли. Но в следующем году, когда закончится, я думаю, когда закончится Евро, мы, верим, до Евро, мы займемся крышами очень плотно. Уже, как Евро немножко выбивает нас из колеи, но что поделаешь, это национальное событие, к которому никуда не деться. Его нужно отметить, выполнить все национальные программы в этом направлении. Ну, и двигаться дальше, я думаю, что после Евро мы идем во дворы, займемся очень четко и продуктивно именно благоустройством, чтобы люди себя чувствовали уютно, безопасно, комфортно, на тех территориях, на которых они и живут, и работают. Ну, у нас все получится. Продолжение следует... Спасибо. Вы, полный, Николевич, дурнам, присоединился подводные, Асангий Юрьевич, на слово мы сейчас предоставим Сергею Ивановичу и Коля. Спасибо. Ну, знаете, я... Мы услышали сейчас, кстати, анализ общих проблем района, партийной организации. Я несколько, чуть попозже, склоню свою тему более к такой конкретной депутатской работе. Но сразу могу сказать, что вот впервые такой контакт с администрацией и с партийной организацией впервые удовлетворяет меня полностью. Действительно, работа организации партийной очень активная. Ну, количество членов партии, само говорит, за себя более 9 тысяч. Вот. Район, конечно, с колоссальным количеством проблем, потому что 320 тысяч жителей и колоссальная территория, и территория, которая особенно в последнее пятилетие, когда мы были депутатами, не от округов, а списочники были. И, по сути-то, у каждого депутата не было конкретного округа, как и этой проблемы. Хотя у каждого из нас был один общий округ город. Но, тем не менее, каким-то образом проблемы ускользали от того именно участка, к которому я привык за 20 лет депутатства. Мне шестой созыв в этом мой. Я сегодня, во-первых, являюсь членом, во-первых, членом Совета Партийного Московской Организации. Во-вторых, я заместитель представителя комиссии по совправлению горсовета. Ну, и если оглядываться вот так на мою прошлую депутатскую деятельность, то мне есть с чем сравнивать. Во-первых, в первых созывах в 90-е годы у нас было более 100 округов. Вообще, 180, скажем. 180 округ было вроде. Понятно, что избирателей было где-то примерно 5 тысяч человек. Потом округов стало у нас 100. Значит, избирателей, жителей было примерно по 15 тысяч. В предпоследнем созыве до 6-го года у нас было 75 депутатов. Тогда у нас было избирателей уже по 15 тысяч. А сегодня 50 округов. И вы прекрасно понимаете, что это означает. Это значит более 30 тысяч жителей в округе. Это примерно 20-25 тысяч избирателей. Проблема вот в том новом округе, в котором я сейчас работаю, просто колоссальная. Меня поражает один момент, который постоянно слышат людей, которые приходят в прием. А она у меня там, к счастью, работает уже 7 лет. То есть это не только этот год, а давно. Но люди знают, идут. И вот когда речь идет об округе проблемах, и спрашиваешь, а вы обращались, допустим, 3 года назад к какому-то конкретному депутату, там мы впервые живого депутата видим. Кстати, в этом округе когда-то был депутат Руденко и Асеев там был тоже, знаете, наверное. Ну это, так сказать, может быть, личный мой взгляд. Олег Николаевич очень правильно сказал, что сегодня наш довольно-таки, ну не очень скудный бюджет на вот эти все наши коммунальные все проблемы. Приходится делить между Евро и между жителями нашими избирателями. Приходится, к сожалению. Но решение Евро принималось изначально не в Харькове, было еще 5 лет назад. И честно говоря, может быть, не слишком продуманно это было сделано в Киеве. Да, это честь для государства, но однако это урон все-таки для конкретных наших приземленных проблем каждого жителя и каждого. Вы тоже, не являясь депутатами, испытываете те же проблемы, что, наверное, почти каждый мой избиратель, мой опыт и избиратель моих коллег. Вот. Я думаю, что действительно, следующий год, когда мы закончим Евро, а как-то вложения, в принципе, уже, наверное, где-то к апрелю будут закончены, что все работы нужно будет закончить по подготовке. И в новом бюджете, конечно же, мы будем всеми силами стараться, чтобы на вот эти проблемы, самые кричащие, кровли, тротуары, подъезды, подвалы. Проблема такая ульма, вы знаете, что просто голова кругом идет. Вот. Я думаю, что будет больше возможностей, тем более, что Геннадий Адольфович настроен очень решительно на то, чтобы действительно следующие и последующие еще три года закрыть все проблемы по возможности. Бюджет это позволяет делать. Сегодня бюджет почти 4 миллиарда, это приличные деньги. Хотя, конечно, изменилась и ценовая политика, изменился курс валюты, изменились стоимость материала, все изменилось. Если раньше проблем можно было сделать шести подъездного дома примерно за 30 тысяч гривен, то сегодня надо на нее примерно 200. И то она будет еще не высочайшего качества. А вот если говорить о проблемах вот этих служб, вода, канализация, тепло, то чтобы сделать подвал, там их полмиллиона не уложить, если сделать капитальный ремонт. То есть деньги нужны колоссальные. Я даже, честно говоря, может быть, не стоит это говорить, но даже сомневаюсь, что мы все сможем решить за эти 5 лет. Ну, я не знаю, я сказал то, что вы ожидали, или, может быть, вы потом зададите вопросы. Спасибо. Хорошо, есть дополнительные, пожалуйста, не ожидали, а еще раз. Добрый день. Добрый день. Ну, я являюсь на сегодняшний день перед депутатом Борсовета. Именно это 33-й округ. Всем известен этот округ, и у нас есть одна достопримечательность, хотя печальная достопримечательность, это мавзолей. И вот хотел бы добавить, не знаю, в связи с чем, извините, не так сказал. В этом году был начат комплексный ремонт 520-го микрорайона, если это можно назвать просто комплексным ремонтом. Начала здесь делаться знаменитая аллея, которая существует. Это от мавзолея до метро Студенческая, и весь микрорайон просто по этой аллее идет к метро, ну и обратно, соответственно. Вы знаете, был момент такой не очень приятный. Тогда, когда начали производить ремонт этой аллеи, местные, скажем так, есть в 520-м микрорайоне организация под названием «Общественная щит 520». И вот они выдумали какой-то миф, что у этой аллеи будет, заместо этой аллеи будет дорога проложена, построен супермаркет, понимаете. И люди сами себе придумали страшилки, а потом созывали какие-то митинги, после чего и глава администрации районной, и я тоже сам проводил работу с людьми. Я вам хочу сказать, на сегодняшний день никто даже и не планировал делать некие дороги, и могу поблагодарить руководство и города, и района за то, что было сделано в 520-м микрорайоне. Сейчас на месте были заменены освещения этой всей аллеи, сейчас производится тротуарная плитка, укладка, много сделано лестничных маршев помененных. И я на последних приемах своих просто от жителей 520-го микрорайона благодарности принимаю и в адрес районной партийной организации, и главы района, и главы города. Собственно, у меня вот это то, что было, кричащие, наболевшие, пока у меня. Может, вопросы еще будут какие-то задавать? Константин, пожалуйста. Ну, хотел бы сказать, что действительно я проводил достаточно много приемов в своем округе, и основные проблемы, которые интересуют харьковчан, которые приходят ко мне на приемы, это, конечно, коммунальные проблемы. Однако мы знаем все наши принципиальные позиции харьковского городского головы в решении всех этих проблем. Район, прежде всего администрация, руководство района активно участвует в благоустройстве города Харькова, и те проблемы, которые у нас возникают касательно коммунальной сферы, мы пытаемся закрывать достаточно быстро, эффективно и максимально короткое время. Я хотел бы остановиться на других вопросах. По другими вопросами я понимаю, что, наверное, наиболее активный для нас год в сфере реализации молодежной политики, совместно с районной партийной организацией, совместно с Московской районной администрацией, нам удалось сделать достаточно много в этом году в сфере восстановления клубов по месту жительства. В Московском районе достаточно большая сеть клубов по месту жительства. В этом году нам удалось восстановить такой клуб, как «Искра». К сожалению, там случился пожар, и на данном этапе этот клуб восстановлен и начинает работать. Закупить новое оборудование в такой клуб, как «Ровесник», подростовый мужский клуб. И результатом этой работы стали, скажем так, достижения наших детей, которые там занимаются. Например, коллектив «Анжелика», который занимается в туре «Славторчан», в этом году победили во всемирном конкурсе по спортивным и вольным танцам. То есть заняли первое место, еще несколько гран-при. Я думаю, это результат, как бы, в том числе, работы наших, прежде всего, городских властей, а потом уже районных властей, нашей работы по улучшению материально-технической базы, по клубам по месту жительства и так далее. Поэтому, уважаемые, все присутствия, я хотел бы обращать внимание еще также на те моменты по реализации молодежной политики, в том числе, которые активно, скажем так, реализуются в этом году. Спасибо. Спасибо всем. Переходим к вопросам, пожалуйста.